МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За Плохотнюка взялись и в Швейцарии. По меньшей мере, о том, что на имя экс-главы ДПМ, там, где проживает его семья, завели уголовное дело, заявил один из депутатов-социалистов. Подробности через несколько минут. Деньги, смытые водой, нанесенная недавно на столичных дорогах, красно-белая разметка потускнела после первого же дождя. Столичные власти приостановили работы на время до выяснения всех обстоятельств. Эдуард Харунджин может лишиться поста генпрокурора, несмотря на то, что находится в больнице. Парламент инициировал процесс отстранения его от должности. За законопроект проголосовало большинство депутатов. Последнее слово теперь за президентом. Демократы покинули пленарное заседание до голосования. А фракция партии Шор воздержалась. Парламент установил, что Эдуард Харунджин не выполнил условия, предусмотренные статьей 17 пункт 1 Е. За 9 месяцев до конкурса он входил в Высший совет прокуратуры. Конкурс и признание его законности осуществляется Высшим советом прокурора в соответствии с Конституцией Республики Молдова, а не вами. Если честно, я шокирован с сегодняшним заседанием. Кто будет следующим прокурором? Кому он должен служить, если парламент вмешивается, когда это не предписано законом? Вероятно, каждый из нас по отдельности хочет, чтобы прокурор служил народу Республики Молдова, а не какой-либо политической партии или другим людям. Уверяю вас, господин Дьяков, генпрокурор не будет служить Плохотнюку. Пожалуйста, еще раз призываю вас успокоиться. Не относитесь к учреждению сквозь призму одного человека, который вам неудобен. Мы не поддерживаем нынешнего прокурора. У нас нет причин защищать этого человека. Но мы категорически против таких методов. 56 голосами проект решения принят. Уважаемые коллеги, спасибо. Эдуард Харунжи, находящийся сейчас в больнице госканцелярии, не ответил на наш телефонный звонок, чтобы прокомментировать ситуацию. Ранее его отставки требовали как высокопоставленные чиновники, так и тысячи пользователей интернета, которые подписали соответствующую петицию. Сам генеральный прокурор неоднократно заявлял, что не уйдет со своей должности из-за внешнего давления. В деле об инициировании расследования в отношении генерального прокурора появились разногласия. Председатель высшего совета прокуроров отказала сегодня созывать заседание консилиума, на котором должны были рассмотреть соответствующий запрос Министерства внутренних дел. В коммунике ВСП действия главы МВД охарактеризованы как давление на прокуроров с пометкой, что Андрей и Настасья не имеют права созывать заседание. Реакция самого министра не заставила себя долго ждать. А между тем, министр юстиции Олеся Стамати отправила сегодня высший совет прокуроров, чтобы выяснить, почему консилиум отложили. Чиновница заявила, что будет настаивать на его созыве в ближайшем будущем. Накануне Министерство внутренних дел объявило, что заседание высшей судебной палаты состоится сегодня в 10 часов. Информацию подтвердили в Министерстве юстиции. Сегодняшнее заседание отложено. ВСП разместил пресс-релиз на сайте Генеральной прокуратуры, где вы можете найти всю информацию. Если его отложили, значит, оно должно было пройти? Нет, его не должно было быть. Оно не отменено. Я же поясняю, его не созывали. Сегодня высшая судебная палата опровергла заявление, что Андрей и Настасья просил председателя высшего совета прокуроров созвать заседание. В распространенном пресс-релизе учреждения поясняется, что ни один нормативный акт не наделяет такой компетенции представителей исполнительной власти. А появление в публичном пространстве идея существования этого запроса может рассматриваться как элемент давления на высший совет прокуроров. Андрей Настасья поделился своим мнением о сложившейся ситуации у себя на Фейсбуке. Тот факт, что ВСП просто ссылается в сообщение на независимость правосудия, является по меньшей мере плохой шуткой и даже доказательством чистого цинизма. Сегодня ВСП снова опозорился, заявил министр внутренних дел. Между тем, министр юстиции и также член ВСП решила лично отправиться в прокуратуру, чтобы уточнить противоречивую информацию о сегодняшней встрече. Она хотела поговорить с председателем ВСП, однако Анжела Матузок на рабочем месте не было. В итоге я так ничего и не поняла. В информации, которую я получила вчера днем от аппарата ВСП, было сказано, что собрание состоится в 10.00. Нужно проанализировать, сможем ли мы созвать чрезвычайное собрание без соблюдения этих двухдневных условий для публикации повестки дня на сайте. Министр не исключил, что заседание может пройти даже завтра. Думаю, что социальное давление растет в связи с объявленной темой. Предполагаю, что большинство членов ВСП поддержат эту идею. Найти Анжелу Матузок для комментариев нам также не удалось. Накануне Андрей Настасья объявил, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой инициировать против генерального прокурора Эдуарда Харунжина уголовное расследование за соучастие в узурпации государственной власти. Сейчас генпрокурор в больнице, куда был госпитализирован в минувшую субботу с гипертонией. Он не ответил на наш телефонный звонок, но накануне в эфире ток-шоу «Политика» Натальи Марарь сообщил по телефону, что чувствует себя значимым из-за того, что столько людей желают его отставки. На экс-председателя ДПМ Влада Плохотнюка открыто уголовное дело в Швейцарии. Правда, неизвестно, за какое преступление. Об этом сообщил депутат-социалист Григорий Навак. Он утверждает, что в начале июня швейцарские власти запросили информацию о главе демократов у Генеральной прокуратуры Молдовы. Об этом знал генпрокурор Эдуард Харунжин, но предпочел скрыть этот факт. В ответ последний отметил, что не помнит такой запрос, и ему нужно время, чтобы получить информацию. В адрес Генеральной прокуратуры отдел международного сотрудничества поступил запрос с просьбой проинформировать Генеральную прокуратуру о возбуждении уголовного дела в Швейцарии на имя депутата Владимира Плохотнюка. В этом запросе также отмечалось, что швейцарские власти запросили дополнительную информацию у молдавских правоохранительных органов относительно депутата Владимира Плохотнюка. Об этом факте знал в первую очередь господин Эдуард Харунжин. Эта информация держалась в большом секрете. Мы обратились за комментарием к депутату от ДПМ Александру Жиздано, бывшему министру внутренних дел, коллеге по фракции Владимира Плохотнюка. Как вы прокомментируете эту информацию? Вы говорили с Плохотнюком? Вы верите, что это правда? Думаете, что информация господина Навака может быть правдой? Я не комментирую. Между тем, сам генпрокурор не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Сейчас я не могу предоставить вам детали. Надо поднять материалы из генпрокуратуры. Говорю вам, что не помню, чтобы разговаривала с прокурорами. Если запрос и был отправлен, то в антикоррупционную прокуратуру. На бывшего лидера ДПМ открыты уголовные дела в Российской Федерации, последний из которых было возбуждено несколько недель назад за наркоторговлю в особо крупных размерах. Владимир Плохотнюк все обвинения отверг, а нынешний министр внутренних дел обвиняет его в узурпации государственной власти и требует отмены его иммунитета для судебного преследования. Депутату ДПМ уехал из страны к своей семье. Арестованная в Москве бывшая топ-менеджер Молденкомбанк Елена Платон, сестра молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, осужденного в нашей стране, полностью признала свою вину в соучастии в отмывании миллиарда долларов из России с помощью ландромата. При этом она дала показания, изобличающие других предполагаемых участников преступной схемы. Об этом пишет издание «Коммерсант». По данным российских следователей, пять лет назад Елена Платон и другие лица, используя фальшивые документы, организовали перевод из российских банков на счета Молденкомбанк под предлогом продажи валюты. Таким образом, более 37 миллиардов рублей были незаконны, выведены за границу. Вячеслав Платон уже осужден за мошенничество и отмывание денег. Сам он утверждает, что его дело было сфабриковано бывшим лидером демократов Владом Плохотнюком. За информацию, солидное вознаграждение. Молдова Агрейнбанк объявил награду в один миллион лев любому, кто знает что-либо о неизвестных ограбивших в минувшие выходные один из столичных филиалов финучреждения. Руководство банка надеется тем самым ускорить процесс идентификации и задержания воров. В полиции зацепах по делу о беспрецедентной краже пока нет. Тем не менее, администрация Молдова Агрейнбанк заверила, клиенты для них приоритет номер один. Поэтому всем пострадавшим будет возмещен материальный ущерб. Как отмечается в пресс-релизе Молдова Агрейнбанк, каждый, кто пострадал от действий грабителей, получит до полумиллиона леев компенсации. Всего с жалобами обратился 31 человек. Накануне они пришли в центральный офис банка, и руководство провело беседы с каждым по отдельности. По данным полиции, ущерб составил около 30 миллионов леев. Сами клиенты приветствовали новость о возмещении убытков и заявили, что готовы прийти за обещанными деньгами в любой момент. Я не могу на данный момент прокомментировать, поскольку никаких действий, было только заявление. После того, как будет какое-то решение уже фактически, мы не сможем что-то прокомментировать. Чтобы как можно скорее установить личности грабителей, банк пообещал вознаграждение в размере одного миллиона леев за любую информацию, которая поможет в расследовании дела. Тех, кто что-либо знает о случившемся, просят позвонить или отправить электронное письмо в банк. Напомним, ограбление произошло в ночь с 5 на 6 июля в филиале на Баюканах. Грабители проникли в помещение, отключив электричество, сигнализацию и повредив несколько камер видеонаблюдения. В учреждении заверили, что здесь одна из самых сложных систем безопасности, а стандарты и требования были полностью соблюдены. В пресс-службе столичной полиции нам сообщили, что пока не располагают какой-либо новой информацией о произошедшем. В скором времени люди, оставшиеся без крова после обвала дома в атаках, смогут получить деньги на покупку нового жилья. Об этом после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям заявила премьер Майя Санду. Впрочем, она отметила, цены на квартиры в последнее время были искусственно завышены и предположила, кто-то пытается воспользоваться ситуацией. Кто-то пытается использовать в личных интересах горе людей. Когда услышали, что государство возместит ущерб тем, кто потерял свое жилье, тогда рыночные цены значительно возросли. По словам Майя Санду, сейчас эксперты ведут переговоры с жильцами о суммах возмещения стоимости разрушенных квартир. Таким образом, они определили, что цена двухкомнатной квартиры в рухнувшем доме составляет 212 тысяч леев, в трешке более 277 тысяч. В то же время около 100 тысяч леев выделят на покупку продуктов питания для пострадавших. Ранее председатель Окнецкого района заявлял, что сумма ущерба намного выше и потребовал увеличить компенсации за разрушенные квартиры. Дом в атаках, напомню, обвалился 19 июня. К счастью, людей эвакуировали заблаговременно. Отчет, подготовленный новым директором службы информации и безопасности об экстрадиции турецких учителей, попал на стол парламентской комиссии по нацбезопасности. В документе содержится информация о том, почему 7 преподавателей депортировали в Турцию, хотя они просили политическое убежище у нас. Депутаты обнародовать документ пока не спешат. Говорят, документ секретный. Кроме того, некоторые народные избранники не успели с ним ознакомиться. Отчет попал к депутатам еще в пятницу. Несмотря на это, глава парламентской комиссии по нацбезопасности не знает, когда опубликуют документ. Говорит, это не к спеху. Он не может быть обнародован полностью, так как это секретный документ, конфиденциальный. Причина задержки в том, что каждый член комиссии должен прочитать его и высказать свое мнение. Депутаты установят, какую часть отчета смогут сделать достоянием общественности. На вопрос, упоминается ли имя президента Игоря Дадона в отчете, председатель комиссии ответил, что не дочитал документ до конца. «Пока я не видел его имени на тех страницах, что прочел. Мы обязательно сообщим вам». Напомним, семеро турецких учителей сети лицеев «Аризонт» были высланы из Молдовы в сентябре прошлого года. СИП заподозрил их в связях с террористами. Гражданское общество и некоторые политики осудили эти действия и обвинили главу государства в том, что он заключил сделку с президентом Турции в обмен на инвестиции в 7 миллионов евро для восстановления здания администрации президента. Дадон отрицал, что между этими событиями была какая-то связь. Недавно Молдову осудили за это в ЕСПЧ. Европейские судьи установили, что при экстрадиции были нарушены права учителей и потребовали возмещения ущерба в размере 125 тысяч евро для пяти истцов. Европейское полицейское ведомство «Европол» совместно с «Интерполом» и при поддержке властей 33 стран провело масштабную спецоперацию против нелегального рынка спортивного допинга и контрафа. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном на сайте. В результате было обнаружено и изъято около 4 миллионов анаболиков. В ходе операции задержали 234 подозреваемых, уничтожили 17 преступных группировок, разрушили 9 лабораторий и открыли более 800 уголовных дел. Задержания и обыски проводились в 23 странах Европейского Союза и еще 10 странах за пределами ЕС. В частности, в Германии, Украине, Молдове, Латвии, Литве, Франции, Великобритании, Колумбии и США. Операция «Вирибус», которую возглавили итальянские карабинеры совместно с финансовым подразделением греческой полиции, стала крупнейшим событием подобного рода. В Молдове расследование вело подразделение «Интерпола» в нашей стране. Чиновники нам сообщили, что никаких допинговых препаратов на территории республики не обнаружили, и Молдова не играла роль страны транзита, пункта назначения или производителя анаболиков. Некоторые обыски на территории не проводились, но они должны были предоставить некоторую оперативную информацию. Никаких прямых запросов в наш адрес от Европола не поступило. Большинство обысков прошли в Испании и в Венгрии. Европейские власти также следили за спортивными событиями. На соревнованиях было проведено более тысячи тестов, чтобы выявить спортсменов, употребляющих допинг. Северо человек пострадали в аварии в Сан-Джирейском районе. Водитель одного из автомобилей хотел объехать выбоину на дороге, но не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Столкновение оказалось сильным, но, к счастью, обошлось без жертв. Однако двум пострадавшим потребовалась госпитализация. Авария произошла около полудня. В одном из автомобилей находилось два человека, в другом пять, в том числе двое несовершеннолетних. После удара одна из машин вылетела с проезжей части на обочину. За рулем автомобиля Рено Сценик находился 53-летний мужчина. С ним в машине ехал 78-летний пассажир. Пытаясь объехать яму на дороге, водитель столкнулся лоб в лоб с автомобилем марки «Опель Омега». За рулем находился 24-летний мужчина. На место происшествия прибыли две машины скорой помощи. Двух человек госпитализировали, остальные отделались легкими ушибами. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Гражданского активиста Павла Григорчука освободились под домашнего ареста и перевели под судебный контроль на 30 суток. Решение сегодня принял суд сектора Баюканы. Изначально прокурор настаивал, чтобы Григорчуку продлили срок предварительного ареста. Ранее на активиста завели уголовное дело о хулиганстве после инцидента с демократом Сергеем Сырбу. По версии депутата, Григорчук его избил. Сам же Григорчук говорит, что дал Сырбу пощечину. Активист находился под предварительным арестом. Его продлевали уже трижды. Григорчуку запрещено покидать Кишинев и общаться с потерпевшим. Намерены голодать, пока не свергнут президента и называют себя потомками даков. Несколько человек установили перед зданием парламента палатки и требуют отставки главы государства. А еще выступают против увольнения генерального прокурора. Дескать, без него открыть уголовное дело на президента станет невозможно. Пока в планах у манифестантов протестовать так, в три дня. А если их требования не выполнят, сдаваться, как и уходить отсюда. Они не намерены. Недавние новости убедили этого пожилого человека, несмотря на его возраст, ежедневно приезжать из Калараша на протест перед парламентом. Недовольный действиями президента, он говорит, что будет стоять на улице, пока Игорь Дадон не уйдет в отставку. Вот пью воду, из дома взял и лекарства, и все. Вам не тяжело в таком возрасте? Я никогда не жил легко. Я уже 75 лет изучаю этот режим и не нашел ничего стоящего. Это позор для всех. Всего протестующих четыре. Себя они называют последователями буребисты и обвиняют главу государства в предательстве Родины. Говорят, что больше не доверяют Дадону, особенно после того, как в эфире одного из телеканалов Плохотнюка показали компрометирующее видео, как президент сообщает экс-лидеру ДПМ о деньгах, якобы полученных от России на развитие ПСРМ. Палатки манифестант установили перед парламентом, потому что здесь Дадон появляется чаще, чем в президентуре. С тех пор, как появилось видео, свидетельствующее, что он ежемесячно получает по миллиону от Российской Федерации, чтобы продать наш народ, мы такого президента не признаем. Более того, протестующие встали на защиту генпрокурора Эдуарда Харунжина. Они требуют сохранить его на посту, так как без него возбуждение уголовного дела на имя Дадона будет невозможно. Мы хотим, чтобы прокуратура и парламент что-то предприняли. Но почему именно сейчас? Ведь он уже долгое время занимает этот пост. Это апогей. Если Игорю Дадону удастся сменить генерального прокурора, будет ли возможность возбудить дело за предательство Родины? Нет? Конечно. И мы, свободные Даки, ничего не узнаем. Мнения депутатов о требованиях протестующих разделились. У здания парламента сейчас плахопротестующие. Я вам представлю однажды список с именами тех, кто протестует против Дадона. И расскажу, какие на них уголовные дела были в прокуратуре Плохотнюка. ДПМ не организовывало ни одного протеста. Мы будем протестовать здесь, в парламенте. Если Игорь Дадон не уйдет в отставку в ближайшие три дня, люди говорят, что продолжат голодовку и будут спать в палатках в течение месяца. Глава государства происходящее пока не прокомментировал. Правительство демократов собирало ежемесячно порядка 400 миллионов леев посредством различных схем с бизнесменов и госучреждений. Об этом сегодня на брифинге заявил министр экономики Вадим Брынзан. По его словам, деньги шли на обеспечение преступной группировки и демпартии. Один из примеров — это госпредприятие «Железные дороги Молдовы», с которого ежегодно собирали 20 миллионов евро. Глава Минэкономики утверждает, что получил много жалоб от граждан и предпринимателей. В частности, «Железные дороги Молдовы» якобы собирали с предпринимателей от двух до пяти евро за тонну груза, перевозимого по территории нашей страны. В прошлом году было перевезено 10 миллионов тонн товаров. Подсчитайте, от 20 до 50 миллионов евро грязных наличных денег, переведенных либо через офшоры, либо наличными, были собраны этими баронами. Директор госпредприятия, в свою очередь, обвинение отвергает и говорит, что столько товара поездами не перевозили. «Я с самого начала вам говорил, что на железной дороге такого нет. В прошлом году мы не перевезли 10 миллионов тонн груза, а лишь 4 800». Ну а министр экономики также отметил, что экономических агентов вынуждали платить представителям Демократической партии. В противном случае им угрожали, что они потеряют свой бизнес. Депутату ДПМ Владимир Чеботарь эти обвинения отверг. Тот факт, что такой оборот даже не существовал на этих предприятиях, уже порождает вопросы. И логический ответ – это чистая спекуляция. Глава Минэкономики объявил, что учреждение находится в процессе документирования всех существовавших схем. В связи с этим чиновник обвинил следственные органы в том, что те не расследовали эти ситуации вовремя и добавил, что уведомит об этом прокуроров. Неспокойной была в Тбилиси и минувшая ночь. Там у стен законодательного органа прошли сразу две акции протеста одновременно. Участники одного митинга требовали запретить пропаганду ЛГБТ-сообщества. Участники второго продолжали требовать отставки главы МВД Грузии. Для предотвращения столкновений манифестантов митинги разделял кордон полиции. Активисты, добивающиеся отставки главы МВД Грузии, протестуют уже третью неделю с тех пор, как 20 июня был разогнан митинг протеста, начавшийся в связи с нашумевшим участием российской делегации в сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия. «Наше единственное требование – уход в отставку министра внутренних дел, потому что мы все знаем, что решение принимает Иванишвили, но выполняет их Гахария, его министр внутренних дел. И похоже, что правительство решило защитить своего министра с помощью путинских групп, радикальных групп, групп ненависти». В то же время здесь собрались люди, не согласные с протестующими и потребовавшие прекращение этой акции, участников которой они назвали сторонниками и пропагандистами ЛГБТ-движения. В ходе митинга перед парламентом противники проведения в Тбилиси гей-парадов заявили, что требуют от властей на законодательном уровне запретить какие-либо шествия секс-меньшинств в грузинской столице. В понедельник в Тбилиси также прошли акции в защиту прав ЛГБТ возле здания МВД и против пропаганды войны с Россией перед зданием частной телекомпании «Руставе-2». Эти две акции завершились без эксцессов. Власти Индии опубликовали видеофрагменты, запечатлевшие последние моменты жизни восьми альпинистов, которые планировали покорить вторую по величине гору Нандави в этой стране. Экспедиция началась 13 мая, но 26-го с группой связь уже была потеряна. В группу входили четверо британцев, двое американцев, один австралиец и индус. Семь из восьми тел альпинистов нашли в июне. Во время недавнего обыска места, где были обнаружены погибшие, была найдена и камера GoPro. Вместо местной полиции допускают, что заснеженный гребень горы, по которому шли альпинисты в полной экипировке, не выдержал их вес. Это вызвало снежную лавину, под которую попали скалолазы. Субтитры создавал DimaTorzok Это же очень просто. Понимаете, если бы они хорошо сделали, то получается в следующем году они не могли бы делать снова и распиливать на это деньги. Мы же не вчера родились. Неправильная технология. Деньги ушли на сторону и всё. Опять деньги, опять наши деньги, наши пенсии, наши зарплаты. Они стираются, потому что краска некачественная. Вот и вся проблема. Краска должна держаться 8-9 месяцев, а у нас 3, максимум 4 месяца. И водители недовольны ситуацией на дорогах. Это очень сложно, когда так тратят деньги. Лучше взять хорошую краску и сделать работу на несколько лет, а не каждый месяц наносить разметку. Зачем покупать некачественные дешёвые товары и даже не знаю, как ещё назвать? Зачем делать работу во второй раз, но оплатить за краску? То, что она стирается, это часть проблемы. Вторая заключается в том, что всех уже тошнит от этого. Прошу прощения за термин. Это уродливо, как будто порванная грязная одежда. По словам главы муниципального предприятия «Эксдрупа», работы по нанесению разметки были приостановлены на неопределённое время. Мы остановили все работы по нанесению разметки, особенно на пешеходных переходах. Есть проблема. Почему они так мало держатся? Мы сейчас и пытаемся выяснить, в чём проблема. Всего в Кишиневе 935 пешеходных переходов. 140 из них были окрашены в красно-белые цвета. На работы по нанесению дорожной разметки из муниципального бюджета выделили более 4 миллионов леев. На сегодня это всё. Больше новостей, как обычно, вы можете найти на нашем сайте ru.tv8.md. Я же напомню, если вы стали очевидцем какого-либо события, обнаружили важную новость или же у вас есть интересное видео и фото, присылайте всё в редакцию нашего телеканала или же звоните по телефону, указу на экране. Далее не пропустите ток-шоу «Политика» Натальи Морарь. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. И до встречи в эфире.